Добрый вечер. Это суть недели. На минувшей неделе состоялось несколько интересных эпизодов законотворческой деятельности в нашей Государственной Думе Российской Федерации. Несколько законопроектов вызвали бурную общественную реакцию. Некоторые из них обратили на себя и мое внимание. И поэтому я сегодня пользуюсь тем, что в Государственной Думе региональная неделя пригласил в студию депутата Государственной Думы Российской Федерации от нашей республики Равиля Камильевича Хуснулина. Мы его сейчас подробно допросим обо всех интересных новостях из Государственной Думы. Равиль Камильевич, рад вас видеть в этой студии. Вы у нас в рамках региональной недели, как я понимаю, в Казани. Очередная региональная неделя. Да, это хорошо. И хотелось у вас узнать, вот на минувшей неделе несколько законопроектов были рассмотрены в Государственной Думе о Российской Федерации. Хотелось у вас узнать немножко поподробнее о них. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие земляки. Мы начинали разговор на прошлой передаче относительно закона. Мы называем законом о гаражной амнистии. На самом деле звучит о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. И вот у нас 23 марта, буквально позавчера, в третьем чтении законопроект принят. И основная суть этого законопроекта в чем? Я, чтобы не ошибаться, специально взял повестку, зачитаю. Проведение таком гаражной амнистии, а именно до 1 сентября 26 года, граждане и скольщик гараж, являющиеся объектом капитального строительства и так далее, имеют право на предоставление в собственность бесплатного земельного участка, находящегося в государстве или муниципальной собственности, на которой расположен такой гараж. Это принципиальный момент, потому что, мы с вами уже говорили, ко мне обращалось много людей, у которых вот есть гараж. Когда ты с полком выдал бумагу, разрешающую... Или бумага потерялась. Даже бумажка есть. Но, значит, или бумага потерялась, или бумага есть. Скончался, значит... Собственник. Собственник. Остается там вдова, которая хочет продать. Она не может это продать. Ну, дети там, да. Дети, внуки, да. И вот здесь как раз этот законопроект, он говорит о том, что те, кто вступил в наследство, кто, может быть, приобрел ранее... Там процедура простая, да? Там совершенно нормальная простая процедура. Человек подает соответствующие документы, и вот до 1 сентября 1926 года земля, на которой находится гараж, может быть, узаконена. И, соответственно, постройка... Куда подавать документы? В исполнительные органы, на которые... То есть, в условиях... Территориальные исполнительные органы. В условиях Татарстана, Казани, это районная администрация. Это конкретно районная администрация, на которой находится этот гараж. Причём там может быть и гаражный кооператив, и разные-разные другие формы. Но подавать-то должен каждый собственник, не кооператив в целом. Нет, нет. Каждый конкретный человек, наследник или тот, кто осуществил приобретение этого гаража ранее, но есть необходимость узаконить документы. Равел Комич, ну вот прозвучало, вы озвучили это так, что гараж должен быть объектом капитального строительства. Ну, наверное, да. А железный? У нас железный гараж не является объектом капитального строительства. То есть, на него это не распространяется. Так же, как эти ракушки и прочее остальное... Ракушки, да. А железные гаражи? Они тоже не капитальные, они же переносные... То есть, на них это не распространяется? Я думаю, что да. Понятно. У нас же очень много таких, которые построены были. Я знаю, в строительном районе, где живут, целый квартал этих гаражных построек. Какие-то разваливаются, какие-то используются, эксплуатируются. И люди на свой страх и риск это делают, потому что документов нет. И до сегодняшнего дня были проблемы, связанные с тем, что могли предъявить какие-то штрафные санкции. Потом мы с вами говорили, что в некоторых районах республики в преддверии этого закона попытались администрации быстренько снести те гаражи, на которых нет документов. И поэтому я думаю, что сейчас наши граждане, а в целом по оценке комитета профильного, это около 3,5 миллионов по стране, достаточно большое количество людей. Но понятно, что здесь еще, наверное, исходить надо из того, что как только будет узаконена земля, как только будет все придут в соответствие, там, соответственно, налоговые платежи какие-то пойдут. Наверное, здесь для муниципалитета это важно. А сейчас люди не платят налоги, поскольку это не узаконено. За ним не числится. За ним не числится, хозяина нет. Понятно. А вот такой вопрос, Рыбка Милович. Меня это тревожит. Я вообще хотел бы как-то, может быть, даже отдельную передачу этому вопросу посвятить. Речь идет о новом законе, внесенном, если мне память не изменяет, правительством в лице, опять же, нашего земляка Марата Хуснолина о том, что теперь районная администрация или городская администрация имеет право сноса тех строений, которые не вписываются там в концепцию развития данного района. То есть, вот гаражи-то что-то тоже могут попасть? Ну, узаконил, окей. Ну, теоретически они могут попасть, но я думаю, что здесь вот как раз право людям дается для того, чтобы, значит, узаконить. И тогда, если вдруг будут приняты какие-то решения, связанные с изменением городостроительного кодекса, или, значит, там что-то такое, тогда у людей будет право на продажу на то, что муниципалитет выкупит эту землю. Сейчас-то могут снести просто так, без всяких компенсаций. Да, и по какой бы цене ни выкупили, это всё равно лучше, чем ничего. Ну, конечно, конечно. Ну, мы же говорим, значит, выкупали земли там при подготовке к Олимпиаде Сочи, выкупали земли при прокладке. Да, но со скандалами, кстати. В Сочи это не просто прошло. Там, вы знаете, значит, я с коллегами общался нашими из того региона, там есть два вещи. Есть, значит, скандалы, связанные с тем, что действительно, значит, люди получили сумму меньше, которую они хотели. А другого рода скандалы, когда, зная заранее, где будет проходить строительство, просто скупали участки. А, земли скупали. Да, и, значит... Ну, это неизбежная история. Совершенно верно. У нас же такого рода... Во всём мире это происходит. У нас же такого рода, значит, проблемы возникали, когда, помните, была идея строительства высокоскороценной магистрали железнодорожной. Ну, да. И там вдоль потенциального, значит, направления тоже были попытки скупить землю с тем, чтобы потом их продать государству подороже. Поэтому эта ситуация, она стандартная. Ну, это да. Общемировая история. От неё никуда не уйдёшь. То есть, будем пытаться ставить в Государственной Думе маленький плюсик за гаражную амнистию. Всё-таки тут больше плюсов, чем минусов. Ну, вы знаете, вот я хочу сказать, значит, и вот сейчас мы ещё коснёмся нескольких законопроектов, которые прошли, значит, вот в частности гаражная амнистия, это уже третье чтение, и фактически осталось утвердить Совету Федерации, подписать президенту. А есть несколько законопроектов, которые прошли второе чтение, но фактически тоже со всеми поправками. И они тоже, на мой взгляд... Ну, давайте, вот то, что на минувшую неделю у нас случилось, последнее, свежее. Мы с вами говорили о том, что в первом чтении был принят законопроект, который касается возможности, значит, возмещения суммы плаченых налогоплательщикам за оказанные физкультурно-здоровительные услуги. Ну, то есть, всё очень просто. Условно говоря, значит, человек приобрёл абонемент в фитнес-центр, работодатель имеет право ему компенсировать. Но не обязан. Ну, сейчас уже обязан. А здесь мы приняли законопроект во втором чтении, который касается, значит, предоставления социального налоговычета, значит, по НДФЛ за детей до 18 лет, которые приобрели какие-то вот услуги. То есть, давайте поподробнее и разъясним. Есть два ребёнка в семье. Родители приобрели, допустим, там, два абонемента в фитнес-центр на рынке. Так, хорошо. Вот. Они имеют право эту сумму включить, значит, к себе в декларацию и получить компенсацию за неё. Получается, по-моему, где-то на 15 600 рублей на одного человека в год. Ну, после вот этих карантинных мероприятий, конечно, люди хотят подвигаться, хотят спортом позаниматься. Это естественно. Но вот здесь как? Только на детей или на взрослого тоже? Взрослый-то было раньше, а это вообще дополнительно на детей до 18 лет. Хорошо. Причём не только родных, даже усыновлённых детей. А из каких средств работодатель должен компенсировать это всё? Ну, я так понимаю, что это будет просто исключаться из налогооблагаемой базы и не включаться налог на прибыль. То есть, он на себестоимость. У работодателя это идёт в себестоимость. А здесь, значит, люди просто подают, граждане подают декларацию и получают компенсацию. Это так же, как мы с вами говорили, у нас принят закон о том, что граждане имеют право получить компенсацию за приобретённые лекарства. И там тоже приличная сумма, где-то порядка 15 тысяч рублей на одного человека, на одного члена семьи. В год? В год. То есть, если семья, допустим, с четырёх человек, необходимо просто предоставить рецепт и чек, и пожалуйста, там семья получает... Это касается всех? Любого члена семьи. И пенсионеров, и работающих людей? Любого члена семьи, любого гражданина, который приобрёл лекарственные препараты, нужно две формы, вернее, два документа. Чек и рецепт. Каждая вот такая копейка, которую может получить человек, это очень радует? Я думаю, что вот наши граждане, которые вот в течение этого года реально получали поддержку государства за время пандемии, это и дети, и работники, работодатели, и это льготные кредиты, и это возможность реструктуризации кредитных обязательств. Это очень большая поддержка государства за этот год была получена. Вы знаете, Раэль Кириллович, я что, возражу по этому поводу, что, наверное, вы правы, я даже спорить не буду здесь, но крайне слабое пропагандистское обеспечение этого процесса ведёт к тому, что люди просто не знают и не получают. Вот сейчас на улице, если выйдете с микрофоном, остановить 10 человек и спросить, как получить, вообще известно ли вам что-нибудь о том, что можно получить компенсацию за лекарства или за занятие спортом? Я вас уверяю, что 9 из 10 не знают об этом, если не все 10. Я с вами соглашусь. Я считаю, что здесь, конечно, упущение на местах, потому что, ну вот вы помните, когда речь пошла о дополнительных выплатах детям до 7 лет, там ничего не надо было говорить, они автоматически были. Ну, это вот хорошо, когда автоматически. Но ведь получалось так, что федеральный центр, там устами премьер-министр, президент республики, там, значит, вице-премьера по социальным вопросам озвучивает это, а здесь, а в регионах это не продолжается. Вот, и поэтому, когда мы проводим приёмы, вот пока сейчас они у нас идут в режиме онлайн, очень часто люди задают те вопросы, которые уже озвучены, которые уже решены. Ну, не доводится это до людей. Тоже во втором чтении принят законопроект, он звучит так, о внесении змеи в статью, там, в соответствии с Трудового кодекса. И о чём идёт речь? Значит, у нас очень часто люди сталкиваются с тем, что их увольняют. И даже когда, допустим, у людей хватает терпения, сил, здоровья, решением суда восстановиться на работе, они не получали моральной компенсации за те переживания, которые были ими вынесены по вине работодателя. Вот сейчас принят законопроект, который позволяет, значит, я вот сейчас опять процитирую, в целях реализации постановления Конституционного суда, значит, в какой, с требованием о компенсации морального вреда, причинённым нарушением трудовых прав, в тех случаях, когда требование о компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в законную силу решения суда. То есть, было раньше так, если решение суда вступило в законную силу, сейчас можно подавать в документы на компенсацию и параллельно с подачей документов в суд, и даже в течение трёх месяцев после вступления в законную силу. Я считаю, для граждан, которые... Ну, опять же, опять же, это должно быть соответствующим образом доведено до граждан. Согласен. Потому что... Есть категория людей, которые достаточно активно пользуются интернетом. Я знаю, что у нас в базу Государственной Думы люди заходят и смотрят. А есть те, которые нужно просто разъяснять и даже... Всем надо разъяснять, кто там будет ходить по базе Государственной Думы. Ну, я по этому говорю. Надо и на госуслугах это надо искать. Конечно, конечно. Это всё должно быть, да. Я прошу меня извинить, мы сейчас вот к этой самой рекламе должны обратиться, которая вот... Которая корр. Да, которая, к сожалению, неизбежна на телевидении, на радио. Поэтому через минутку мы вернёмся в студию и поговорим о дальнейших проблемах нашей законодательной деятельности. Рауль Камильович, продолжая наш разговор, что вот в последние дни в Государственной Думе рассматривалось и принято из таких законов, которые как-то немножко нашу жизнь облегчат и не усложняют? Ну, смотрите, значит, я для себя выделил один из законопроектов, который тоже прошёл второе чтение. Вроде бы не моя тема о сельхозкооперативах. Но почему я обратил внимание на это? Потому что я когда в исполкоме Народного фронта был, у нас там были ребята-активисты, в том числе фермеры, которые поднимали очень много вопросов, связанных, ну, как с тем, что, например, почему как физическое лицо я плачу там 2,50 за киловатт электроэнергии, а как фермер я плачу 6 рублей за киловатт электроэнергии. Причём, значит, там были интересные вещи, что расчёты им устанавливались, исходя из того, что брали за основу, допустим, там в феврале месяц, когда был самый большой расход электроэнергии в теплицах и так далее. И возникал вопрос о том, что на тот момент, когда мы эти вопросы обсуждали, была проблема создания кооперативов. Так, сельскохозяйственных кооперативов. Да, то есть, по идее, что должно быть, значит, кто-то выращивает, а кто-то продаёт. Для этого необходимо создать кооператив. А получалось, что вот по тем нормативам, которые были, по тем законам, которые были, это было невозможно реализовать, потому что фермер должен был и вырастить, и повезти, и продать. Ну, понятно. И что сейчас? Сейчас внесён целый пакет изменений в этот закон. Суть, чтобы понятно было. Внесение изменений в федеральный закон о сельскохозяйственных кооперативах. То есть, там идёт уменьшение количества, необходимое для создания кооперативов. Там не 5 человек, а 3. То есть, дальше идёт количество... А там была цифра? А там была конкретная цифра, да. Понятно. Вот. Полномочия общего собрания, которое вправе принимать решение о том, чем должен заниматься кооператив. Ну, то есть, какое-то... Очень много всего, что облегчает деньги. Попытка послабления какого-то для фермера. Совершенно верно. Облегчает деятельность, во-первых, создания кооператива, во-вторых, оперативной её деятельности. И вот у нас коллеги есть очень компетентные, но один хороший мой товарищ, он у нас, мой же коллега по Народному фронту, 22 года работал директором колхоза Ставрополя, и он поддержал полностью, потому что мы с этим сталкивались. С одной стороны... А вот этот, кстати, вопрос, который вы вначале затронули, о разной плате за электроэнергию, он не включён в этот закон? Нет, здесь немножко другое, и там эти вопросы поднимали тоже. Причём это проблема не только Татарстан, это проблема других регионов. Нет, это понятно, это российская проблема. Там есть нюансы, потому что, значит, как только идёт вопрос о выпадающих из бюджета доходов, это всегда вызывает очень болезненную реакцию. Сейчас особенно, да. Поэтому то, что касается доходной части бюджета, здесь приходится биться и доказывать, что нельзя из людей драть последнюю шкуру для того, чтобы доходить в бюджет, и потом из этого же бюджета выплачивать какие-то компенсации, ещё что-то такое. Ну да, у нас так всё и делается. Сначала всё забираем, потом милость его раздаём. Если мы на то пошли, значит, как председатель комитета по местному самоуправлению, мы же всегда об этом говорим, что необходимо межбюджетные отношения усовершенствовать. Но нельзя забирать у региона, у нас Татарстан, по-моему, отдаёт 72% в регион, вернее, в федеральный центр, для того, чтобы потом получать какие-то компенсации. Причём не самые большие, откровенно говоря. Ведь Татарстан, так же, как и многие регионы, доноры по проектам, по программам, которые предполагают софинансирование, значит, из федерального бюджета получают значительно меньше, чем вкладывается. Я произнесу заветное словосочетание бюджетный федерализм, которое сегодня в Российской Федерации практически не существует. Когда-нибудь, может быть, какой-нибудь министр финансов, министр экономики поймут, что бюджет надо формировать снизу, а не сверху, мы сначала всё забираем наверх, там всем сестрам по серегам, и остатки спускаем вниз. Это уникальный способ формирования бюджета, нигде в мире неизвестный, кроме Российской Федерации. Ну, я надеюсь, что это будет, но не при этом министр финансов. Это же касается в том числе... При нашей жизни это случится. Ну, будем надеяться, всё-таки наша медицина позволяет нам жить всё дольше и дольше, и уровень жизни, и уровень продолжения жизни в России тоже растёт, поэтому мы будем надеяться. А эта же проблема, она касается и местного самоуправления. Напоследок задам, ну, может быть, не самый приятный вопрос, но жизненный, как бы волнующий сейчас многих. Опять серия арестов, серия разоблачения коррупционеров. Прямо вот на последних днях. Вот по Пензе интересно. Смотрите, Шпигель, бывший сенатор. Да, 10 лет отработал. Да, отработал, сидел. Вот, может, его зачтут сейчас в срок. Губернатор Пензенской области. Человек недавно избранный, избранный. В 20-м году. Да. Что такое, что случилось, почему именно Пенза? И это что, как это рассматривать? Есть разные точки зрения, я много читаю, как бы знаю, как люди относятся к этому делу. Одни говорят, что это пиар-компания правительства, что мы боремся с коррупционерами. Я, например, не могу это так рассматривать, потому что понимаю, что ущерб, который наносят престижу власти, вот такие люди, у которых дома изымают, ну, прямо скажем, по нынешним временам уже небольшие деньги, какие-то там 300-400 миллионов рублей. Тьфу, просто. Да, по сравнению с квартирами-сейфами, это просто смешно. Что такое, что вообще происходит у нас в стране? Ну, вы знаете, я бы сказал так, что я не считаю, что борьба с коррупцией – это пиар-компания правительства, это задача государства. Так и должно быть. Живя в нашей стране, как говорится, общаясь с людьми на земле, мы понимаем, что белых пушистых очень немного. Эти люди, они своими действиями, своими проявлениями, они просто уничтожают доверие народа к власти, к исполнительной власти. Вот, вот, об этом же. И причём это вот это губернатор, потом есть аналогичный там глава города, аналогичный глава района, который считает, что он вправе решать, что людям нужно, а что не нужно. Я лучше за вас знаю. Почему к нам обращаются граждане во время наших приёмов? А потому что уже безысходность, это крайняя степень, крайняя инстанция. Понимаете, такая вот запредельная жадность этих тех чиновников и желание обеспечить себя самыми лучшими условиями жизни, она нашла совершенно замечательный выход в соседней с нами Удмуртской республике, где... Предпоследний глава региона. Нет, 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 где руководитель одного из районов, Малопургинского, это сосед с огрызом нашим, значит, заявил себе на аукцион машину Toyota Camry стоимостью что-то около 2,5 миллионов рублей. И ему ваша бывшая родная организация, общесоюзный народный фронт, общероссийский, общесоюзный, написала письмо, что уважаемый товарищ такой-то такой... Ну да, у нас есть проект за честные закупки. Да, вы, мол, ничего там не попутали, может, вы поездите на жигулях и ничего с вами не случится. На УАЗе, в конце концов, на УАЗ-патриот. Да, на сельском местности. На что он ответил очень оригинально. Лично за его подписью письмо. В ОНФ Удбуртия. Представьте документы учредительные вашей организации, на каком основании вы делаете запрос. А также свидетельство о том, что вы не являетесь иностранным агентом. Вот это говорит, конечно, об уровне компетентности этого человека. Это говорит, знаете, о чём, значит, если наши зрители помнят произведение «Нетленные 12 стульев», там отец Фёдор, у него был аргумент такой, сам дурак. Вот у него по этому принципу. На самом деле, это вот как раз то, о чём мы говорим. Маленький князёк. Ну, Печипурга. Вот по Удмуртски называется Печипурга. Я знаю, проезжал там Печипурга, да. Маленький князёк, который решил, что вот он, как говорится, господа за бороду держит, и поэтому он может что-то Он должен ездить на автомобиле бизнес-класса. Вот. Таких много, к сожалению. И, правда, сейчас вот этот проект «За честные закупки», он многим амбиций поубавил. Сейчас начинают немножко обходить. То есть, уже, допустим, там не администрация района, не министерство заявляет закупку, а где-то там, значит, какая-то коммерческая структура. А у неё в аренду берут. Которую потом берут в аренду. Понятно. И, в конце концов, получается так, что сумма аренды бывает дороже в два-три раза, чем стоимость машины. Это запросто, да. То есть, это дополнительная форма коррупции. Да. К сожалению, значит, у нас ребята есть очень ушлые, хитрые. И, ну, классическая фраза, значит, «Соровость наших законов нивелируется их неисполнением». Хотя, по идее, значит, вот у нас коллеги наши компетентные в комитете по противодействию коррупции, в комитете Крашенинниковы, очень грамотные цивилисты и, значит, по уголовному праву. Говорят, если бы у нас закон исполнялся так, как нужно, наш, ничего, никаких поправок делать не надо было. Ну, что ж, ладно. Я думаю, что на сегодня мы свою программу даже перевыполнили. Время наше заканчивается. Спасибо, что пришли, спасибо, что поделились новостями из Думы. Так или иначе, мы можем свою нашу эту Думу критиковать, ругать, что угодно. Но живем-то мы по законам, которые принимает Дума и впоследствии утверждает Совет Федерации Президент. И поэтому интерес к этой законотворческой деятельности в народе он не истребил. Спасибо вам за то, что пришли, за то, что рассказали. И надеемся вместе с нашими телезрителями, что видим вас тут на последний раз. Все, что зависит от меня, как от депутата, как от вашего избранника, как минимум функцию законодательную и функцию представительскую я буду реализовывать. Спасибо. Спасибо вам. Это все на сегодня. Удачи нам всем. И до следующей субботы. Субтитры создавал DimaTorzok